Акции Мета, бывший Facebook, упали больше чем на 30% за последние 6 месяцев. Покупать или продавать? Поговорим об этом в этом коротком видео. Распродажа в определенных бумагах продолжается. Следом за Netflix, который потеряли 25% за один день, ко дну решили отправиться и котировки Мета Платформс. За день снижение составило больше 26%, а за последние 6 месяцев акции обесценились больше чем на 33%. Коэффициент цена-прибыль у Меты становится более привлекательным, хотя для подобного рода компаний ПНЕ в районе 25% это, как правило, норма. Что же делать? За те несколько лет, что я на рынке, я выработал у себя полезную привычку не пугаться снижений, а радоваться им. Чем ниже цена на акции компании, которую я планирую приобрести, тем лучше. Если я держу эту компанию, а Facebook занимает 3% моего портфеля, то это также не становится поводом для горевания. Наоборот, это заставляет меня задуматься о том, стоит ли увеличить долю в этой компании или же нет. На этом падении, к примеру, я увеличил свой процент владения этой компанией, добавив еще несколько акций в свой портфель. Сегодня средняя цена моей позиции в районе 235 долларов, поэтому я все еще в плюсе по Мета. Но если же будет снижение более серьезным, допустим, ниже 200 долларов, то придется избавиться от одного из дивидендных аристократов, чтобы увеличить долю, пока компания торгуется с хорошей скидкой. Кэш в моем портфеле представлен дивидендными аристократами, которых я в случае внезапных распродаж могу продать без сожалений. Подробнее об этом методе я рассказывал на встрече с Яном Артом на канале Финверсия, обо всех акциях из моего портфеля и о том, на что я делаю упор на канале Вредного Инвестора. Если вы вдруг пропустили эти встречи, то ссылки я оставил в описании к этому видео. Зачем же покупать мета? Итак, главный вопрос. Зачем это делать? Стоит ли ловить падающий нож и, быть может, при покупке около предполагаемого дна, мы получим второе дно в подарок? Давайте взглянем на цифры. Во-первых, у компании два с лишним миллиарда пользователей. То есть это почти каждый третий житель планеты, который пользуется либо WhatsApp, либо Instagram, либо Facebook. Это огромные рекламные возможности, большая выручка и просто замечательная прибыль. Маржинальности может позавидовать любая крупная корпорация. Я отмечу, что тяжело расти в условиях, когда ты уже завладел такой огромной аудиторией. Но тем не менее, компания демонстрирует рост прибыли и выручки из года в год. Во-вторых, у компании почти отсутствуют долги. Взгляните на финансовый баланс. У МЕТа размер выручки за квартал покроет без особых проблем весь долг, или же это можно сделать с одной годовой прибыли. Поэтому такие обязательства незначительны для столь огромной компании. Ну и в-третьих, а что случилось-то? Почему вниз-то пошли? Компания в этом квартале заработала на 230 миллионов долларов больше, чем прогнозировалось. Но прибыль на акцию оказалась меньше на 4%. Плюс инвестиции в развитие МЕТа-вселенной пока показывают отрицательные цифры. Но ведь это инвестиции. Инвестиции в будущее. Разумеется, что для того, чтобы сделать все по уму и привлечь побольше людей в МЕТа-вселенную, необходимо будут денежные вливания. А у такой денежной машины, как МЕТа, проблем в финансах нет. Выходит, что недавнее падение становится дополнительной возможностью для покупки или же усреднения финансово-здоровой, сильной компании с интересными перспективами в будущем. В общем, я покупаю. А вы? Продолжение следует...